МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур-Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Более 10 лет жители Пришахтинска пытаются добиться строительства мечети. «Сделай свою жизнь прекрасной!» С таким девизом в Доме молодежи Жастара Лем Карагандинского государственного технического университета прошла акция против наркотиков. Через тернии к знаниям карагандинские школьники вновь доказали свою эрузированность. Обо всем по порядку. Более 10 лет жители Пришахтинска пытаются добиться строительства мечети. Население неоднократно обращалось к властям, но их просьбы остались неуслышанными. В ситуации разбиралась Аймамрина. Заявление лежит на столе у Акима города. И вот уже почти 100 год до сих пор нет ни ответа, ни предвета. Что это за обращение к людям? Два года назад сдвиг вроде как произошел. Общественный фонд АСЛРГ взялся за это дело. Волонтеры и организации взяли в аренду землю и подготовили проект новостройки. Последнее слово осталось за чиновниками. Они должны разрешить провести к выбранному участку технические условия в виде тепла. Однако вот уже год организаторы строительства не могут добиться этого. Здесь нет мечети, нет религиозного образования. То есть нет где взять религиозное образование и так далее, потому что люди уходят потом в радикальные течения и так далее. Почему? Потому что они вот именно в таких регионах, они и работают, где нет мечети. Мы денег не просим, мы просим помочь административно. Строительство мечети должно было начаться вот на этой земле. Волонтеры общественного фонда АСЛРГ даже нашли спонсоров. Профинансировать благое дело вызвались местные предприниматели. Но старания и тех, и других не оправдались. Как только дело коснулось чиновников, дело застряло на мертвой точке. Ну нам же тяжело очень ездить, говорю, в город. Видите, сколько у нас, говорю, 23 микрорайон, первый микрорайон, 22 микрорайон, Тихоновка, старая Тихоновка и шахтерский поселок. Очень большое, говорю, у нас население, говорю, и очень много пожилых людей. Со слов собравшихся, церемония мусульманских поминок в Пришахтинске и вовсе вызывает затруднения. Жильцы многоэтажек вынуждены выносить тела усопших из тесных квартир. А это не очень удобно, ведь по казахским обычаям покойников хоронят лишь на третьи сутки. Люди также боятся за религиозную грамотность своих детей. Они считают, отсутствие квалифицированных проповедников может привести молодежь в секты. Чтобы не уходить в другую религию, другую эту, действительно мечеть нужна. Они будут правильно, нормально их обучать. И потом, если они с детства будут духовно воспитаны, они не будут наркоманами, они не будут прелюбодеем заниматься. А в городском Акимате официальный ответ обещали дать позже. Подробности в завтрашнем выпуске новостей. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинском областном Акимате презентовали модель местной полицейской службы, которая начнет свою деятельность с 1 января 2016 года. Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев и Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков обсудили один из ста конкретных шагов. Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев рассказал всем присутствующим о деятельности местной полицейской службы и как она будет функционировать в новых условиях. В зале присутствовали руководители Департамента внутренних дел и прокуратуры, областных управлений и секретарь областного маслехата. В работе селекторного совещания были задействованы все Акимы городов Карагандинской области. Как отметил Ерлан Тургумбаев, целью создания такой службы является обеспечение прозрачности деятельности полиции путем ее подотчетности местным исполнительным органам и местному сообществу. За отчетный период в регионе было зарегистрировано около 30 тысяч правонарушений. Поэтому я уже сказал, что у нас это новшество и полностью все расписано каждой функциональной обязанности, каждой службе, для того, чтобы не было перекоса у нас подчиненности, все-таки вертикально у нас полностью остается. Так или иначе, вопросы охраны общественного порядка имеют местное значение, поскольку они решаются конкретно местным исполнительным органам и в рамках территории региона. Поэтому при создании модели местной полицейской службы перед МВД стояла задача не допустить снижения правоохранительного потенциала полиции и сохранить ее целостность в системе. Данный законопроект долго обсуждался на уровне силовых структур и других органов. Создание местной полицейской службы является новшеством среди стран СНГ. Подобная система правоохранительных органов используется в США. Принятым законом в качестве основного направления деятельности местной полиции определены, это первое, профилактика правонарушений, второе, охрана общественного порядка, третье, обеспечение безопасности дорожного движения, четвертое, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений, пятое, производство по делам административных правонарушений и досудебного расследования в протокольной форме по уголовным проступам. В целях реализации плана нации главой государства 2 ноября 2015 года был подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской службы. Большая, серьезная работа перед нами предстоит. Ее надо правильно понять. Время немножко есть. Надо глубоко погрузиться именно акимом, чтобы четко с 1 января мы могли эту работу подхватить и вместе с нашими коллегами ее продолжать. Назначением кадрового состава будут заниматься акиматы и маслехаты на соответствующей территории. Работники местной полиции будут выступать с отчетом перед акиматами и маслехатами два раза в год, а перед населением один раз в год. Такие поправки в закон также позволят повысить ответственность акимов регионов в вопросах обеспечения правопорядка. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. «Сделай свою жизнь прекрасной» – с таким девизом в Доме молодежи Жастар-Алем Карагандинского государственного технического университета прошла акция против наркотиков. Мероприятие направлено на профилактику употребления новых видов синтетических наркотиков. Подробности в сюжете нашего корреспондента. К новым видам наркотических веществ относятся разные курительные смеси, спайцы и соли. На сегодня по нашей области такие синтетические наркотики употребляют несколько тысяч человек. Цель данной акции – формирование здорового образа жизни в молодежной среде. На сегодняшний день на территории Карагандинской области было зафиксировано, возбуждено 205 фактов сбыта наркотиков. Из преступного оборота ездят более 320 килограммов наркотиков. Из них героина – 34,5 килограмма. Подсесть на синтетику очень легко, а вот уйти бывает непросто. Если героиновый наркоман может осознать, что он болен и признает необходимость лечения, то солевой чувствует себя отлично, не понимает необходимости лечения. Только совместные действия близких людей и квалифицированных специалистов могут дать шанс больному вернуться к нормальной жизни. При этом могут понадобиться месяцы, а иногда и годы упорного лечения. На сегодняшний день я хочу сказать, вот вначале говорили цифры о Карагандинской области, цифры больше трех тысяч, которые состоят на учете. Хочу сказать, что если умножить эту цифру где-то на 10 человек, потому что каждый наркоман за собой вводит где-то почти порядка 10 человек, это, представляете, около 30 тысяч уже может сказать, что зависимы от наркотиков. В ежедневной суете молодежь может не заметить, как становится зависимой от наркотических веществ. Участники акции призвали студентов не злоупотреблять спайсами, а заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Я считаю, что молодежи нужно больше заниматься спортом и остерегаться всех вот этих вот клубов и ночной жизни, потому что именно она приводит к наркотикам. Специалисты убеждают быть внимательными к тем, кто рядом с вами. И стоит подумать, почему люди не употребляют наркотики. Проще отказаться от него один раз и навсегда, чем потом пытаться сделать это всю жизнь. Гульза Ацахова, Исламбик Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Водитель рейсового маршрутного такси номер 31 из автопарка Манас не справился с управлением и врезался в дерево. ДТП произошло накануне около 7 часов вечера в районе Восток-3. Маршрутное такси двигалось в направлении города. По предварительным данным, водитель заметил мальчика, перебегающего дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать трагического исхода, ему пришлось свернуть с дороги, отчего и произошло столкновение с деревом. В салоне маршрутного такси находились пассажиры. Есть пострадавшие. Девушку сразу же госпитализировали. Как сообщили в ДВД, по факту ДТП проводится расследование. Зачастую халатность пешеходов становится главной причиной аварии. К счастью, находятся водители, которые, пытаясь избежать трагедии, причиняют вред себе. Каждому родителю стоит объяснить своему ребенку права и обязанности пешеходов. А в зимних погодных условиях надо усилить бдительность на дорогах. Строгий контроль над трудовыми мигрантами. В семи регионах Казахстана выполняется проект в рамках грантового соглашения с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. При поддержке Акимата города Караганды состоялась встреча работников областного противотуберкулезного диспансера, миграционной полиции, неправительственных организаций и представителей духовенства. Общественное объединение УМИД занимается профилактикой социально значимых заболеваний. Наиболее острой проблемой для мигрантов является отсутствие доступа к основным услугам здравоохранения и социальной поддержки. Благодаря проекту, который направлен на трансграничный контроль и лечение туберкулеза среди трудовых мигрантов, у них появилась возможность без проблем и без затрат пройти обследование в поликлинике. В чем заключается наша работа? У нас есть группа речеработников, специально обученных, которые прошли обучение на семинарах, тренингах. Они сначала предоставляют информацию мигрантам о возможности пройти диагностику и, если в случае необходимости, и лечение туберкулеза. И уникальность данного проекта заключается в том, что диагностика и лечение туберкулеза бесплатные. Присутствующие обсудили основные проблемные вопросы, касающиеся мигрантов. Начальник отдела внешней миграции Управления миграционной полиции ДВД Карагандинской области появил правило пребывания граждан другой страны на территории Республики Казахстан. А заведующий организационно-методическим отделом областного противотуберкулезного диспансера рассказал об эпидемиологической ситуации по области. Около двух тысяч мигрантов проинформированы и 75 уже прошли диагностику. На сегодняшний день ситуация у нас такая по миграции, у нас идет выявляемость туберкулеза. В тот же момент, сейчас согласно этого конкурсного плана, есть организация ТОУМИ, которая сейчас занимается на бесплатной основе, проводится лечение. В наших поликлиниках и областных центрах проводится все на бесплатной основе. То есть ситуация на сегодняшний день стабилизируемая, управляемая. Казахстан ежегодно принимает от 300 тысяч до 1 миллиона мигрантов. Больше всего в нашей стране трудятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Карагандинском политехническом университете проходит международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства. Основа реализации плана нации». В мероприятии, приуроченном к столетию, со дня рождения академика Абелькаса Сагинова, принял участие и Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. Более 600 докладчиков готовились к выступлениям. В работе сагиновских чтений приняли участие представители более 100 предприятий и организаций Казахстана. Участники конференции получили юбилейные медали «100 лет академику Абелькасу Сагинову». Глава региона Нурмухамбет Абдебеков отметил вклад академика Абелькаса Сагинова в развитие горной промышленности. Со слов Акимобласти, многие годы плодотворного руководства тогдашним горным институтам оставило свой след на века. «Заслуги великого педагога и учёного в развитии народного хозяйства, высшего образования и науки, неоднократно отмечены правительственными наградами. Радуюсь, что именно Карагандинский технический университет, где трудился Абхас Сагинович, продолжает лучшие традиции высшей институтой школы». Почётные гости встречи выразили благодарность организаторам конференции. С их слов, такого рода мероприятия дают возможность узнать больше о трудовой деятельности академика и помогают открыть инновационные пути развития металлургии. «Я хотел бы выразить эту благодарность непосредственно вашему ректору и тем коллегам, которые вносят огромный вклад в нашу работу». Конференция продлится два дня. 11 декабря участники встречи обсудят такие вопросы, как инновации в строительстве и ЖКХ, «Интеграция технологий в энергетике, телекоммуникациях и автоматизации». А имамлина Арман Нартаев, первый Карагандинский. В преддверии празднования Дня независимости Республики Казахстан областная юношеская библиотека имени Жаика Бектурова провела молодежный фестиваль «Мы их казахстанцы». На празднике присутствовали ценители искусства, студенты высших учебных заведений и старшеклассники городских школ. Более подробно в следующем материале. Библиотека Жаика Бектурова стала очагом культуры, где встречается вся активная молодежь города. Главная цель – передать мудрость подрастающему поколению. И сегодня, в преддверии Дня независимости страны, сотрудниками библиотеки организован очередной молодежный фестиваль. В течение года библиотека проводила, инициировала в начале года международный конкурс, творческий конкурс среди молодежи, семейной реликвией, солдатское письмо, посвященное 70-летию Великой Победы. И, конечно, работ поступило в течение года очень много. И члены жюри у нас, кстати, очень скрупулезно подошли к этой поставленной задачи. И сегодня у нас они будут находиться в зале. А работы, которые были допущены окончательно к рассмотрению жюри, это 89 работ. Из них, надо отметить, очень большая активность наших читателей из Западного Казахстана. В ходе встречи с молодежью подвелись итоги международного конкурса, посвященного 70-летию Великой Победы. В этот день определились победители конкурса. Читатели юношеской библиотеки имени Кхамзы и Сенжанова из Уральска присоединился к нашей библиотеке в онлайн-режиме, чтобы пообщаться с карагандинскими читателями. В оценке работ молодых людей принимали участие кандидаты, доктора наук, филологического направления, исторического направления. Вузы караганды с удовольствием принимают участие в экспертной работе, такого рода мероприятиях. И мы с удовольствием просматривали данные работы, потому что были сделаны от души. Чувствовало, что не было там технической какой-то подготовленности. Но вот это желание ребят показать, когда о том, что они думают о своих предках, это очень-очень важно для нашего общества в целом. Участие в конкурсе приняли 89 молодых претендентов со всех регионов страны. Особенно активной была молодежь Западного Казахстана. Я представила на конкурсе материал о своем дедушке, который служил в Отечественной войне. Работа называлась «Письмо солдата». Я считаю, что мы должны помнить наших героев и чтить их память вечно. В завершении фестиваля творческий коллектив концертного объединения имени Калибайжанова подарил всем хорошее настроение, исполнив патриотические песни военных времен. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Через тернии к знаниям карагандинские школьники вновь доказали свою эрудированность. Учащиеся от 7 до 18 лет принимали участие в конкурсе технического направления, который организовали Малая Академия Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический университет и университет имени Букетова. Юные ученые представили научные работы собственной разработки. Сегодня во Дворце детей и юношества города Караганды царила праздничная атмосфера. Торжественное мероприятие было посвящено самым одаренным школьникам Карагандинской области. Состоялось награждение победителей конкурса технического направления. Как говорят участники, состязание проходило по трем направлениям. Конкурс компьютерной графики и фотоколлажей, технического творчества учащихся и в виде компьютерной презентации. Активно участвовали города Карагандинской области, именно город Тимиртау, город Балхаш, Садпаев, Жасказган. По одному виду конкурса у нас первые места, где-то 17 первых мест, естественно, по номинациям, по возрастным категориям. 20 с лишним вторых мест и 36 диплом третьей степени. На праздники учащихся награждали грамотами первой, второй и третьей степени, а также памятными подарками. К примеру, Николай Каратун представил проект, посвященный способам изучения робототехники и использования полученных знаний на практике. В подобных конкурсах ученик принимает участие первый раз и очень довольным своим результатом. Николай не собирается останавливаться на достигнутом. Наконец-то победитель технического конкурса «Ткачок Александр», город Караганда, 52-я школа, 9-й класс. Готовил я проект около трех месяцев. Изучал я еще больше, около полугода информацию, литературу. Идея пришла мне после того, как я посетил мероприятие робототехники, которое у нас в Карагане проходило в апреле этого года. Трудности возникали в основном с тем, что у меня в школе не изучается робототехника, приходилось все это самому делать, все это самому изучать, без каких-либо курсов, все сам. Состязание проводится уже в 16-й раз и с каждым годом число эрудированных детей растет. Конкурс приобщает школьников к изобретательности, уникальности мыслей и идей, помогает реализовать свои мечты и планы, а также придает уверенность в себе и в своих возможностях. Асир Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Сауполмстар. Субтитры создавал DimaTorzok